расскажу что-то очень интересную историю она произошла наверное где-то полгода наверное год назад когда были постоянно коллапсы с авиалиниями очень короче я лечу в майами я лечу майами все хорошо приехал в аэропорт сижу в аэропорту все вы должны вот-вот уже начать посадку на рейс вдруг просто выходит анонсер анонсирует и говорит знаете у нас не не пришел пилот заболел и все никого не летим все-все-все-все-всего доброго идите домой вам всем вернут деньги за билеты или меняйте на другие рейсы вы знаете это наверно первый раз в жизни когда я просто почувствовал себя не первый утрирую я почувствовал себя таким свободным человек может я понял одну вещь если сяду на такси за который мне там авиалиния вернет деньги приеду домой спокойно поменяю себе билеты через два или через три дня или на следующий день или может сегодня вечер это был день когда я себя почувствовал очень свободно но это был другой день когда еще больше разочаровался мало того что в системе что в системе абсолютно похуй кто ты еще мне очень стало обидно за людей потому что было огромное количество людей это были каникулы это было был январь месяц мне очень стало обидно за людей которые планировали этот отпуск год вот тут я понял одну вещь что эти люди просто заложники своей судьбы даже не заложники ситуации кто вот был в таких ситуациях когда вы планируете отпуск а потом отпуск ломается можете поставить плюсики поэтому значит что я сделал я встал спокойно и ушел эти люди они сидели они психовали они нервничали там была большая семья там пять человек там папа мама трое детей папа там уже психовал меняйте билеты на ночной почему потому что у этих людей уже была гостиница трансфер билеты пересадка там большинство людей в орланды летает я понял одну вещь что это ужас вот представляешь какое-то мудила какая-то авиалиния взяла элементарно тебе испортила отдых который ты планировал один год вот просто что вы понимали вот так живет 90 процентов американцев да и наверное всего мира да то есть люди планируют вот эту свою поездку отпускную год так вот к чему я это все веду я хочу просто вам сказать одну вещь очень важную что если вы действительно хотите чего-то давайте скажу наверно красивыми словами коко шанель и многие любят ее конечно ну я ее перестал любить когда почитал историю ее жизни она очень много одевала фашистов и к сожалению я ее перестал любить но она сказала одну феноменальную фразу она сказала чтобы в жизни иметь то чего вы никогда не имели нужно обязательно делать то что вы никогда не делали так вот рано или поздно вам все равно придется либо побороть эти страхи либо эти страхи просто поборют вас и вы знаете вот я могу сегодня вебинар читать я могу вас уровень научить и сценарии писать и все будет красиво вы выйдете скажете какой шеф молодец какой красавчик и все остальное но ваша жизнь она дальше не пойдет никуда вы вот так вот и останетесь вот этим человеком который не может обуздать свои эмоции вот это наверное правильное слово это человек который не сможет обуздать свои эмоции вот я сейчас даже там 52 года я сейчас пытаюсь обуздать свои эмоции это полностью там пока как минимум отказаться от сладкого чтоб я себе мог сказать что это я отказался от сладкого там у меня абсолютно нет проблем со здоровьем сахара нормальный уровень и все остальное но я себе хочу просто сказать что я могу сам отказаться от сладкого потому что я хочу этого и если вы не можете себе что-то сказать и сделать то я вам скажу одну вещь вы можете какие-то картинки рисовать мы сейчас будем с вами там уровни посмотрим вы скажете какая красота вы все равно уйдете обратно в свою рутину и там в ней и останетесь поэтому если вы хотите действительно выходить из зоны своего комфорта из зоны какой-то своей рутины то к сожалению вам придется вот ломать себя ломать свои стереотипы брюс ли сказал две феноменальные фразы когда-то я очень их люблю что бой с собой изначально будет проигран это была первая фраза вторая фраза была мне тоже очень нравится что кто победит себя станет не победит начните просто с каких-то простых вещей да не надо сразу там рисовать себе какие-то там вещи там я такой я смогу поломать себя голову блять разбить не надо начните с каких-то простых вещей покурьте бросите курить я вам говорю как человек который курил 17 лет я не курю уже 18 лет 18 лет 2005 года я не курю я курил три пачки в день когда мне кто-то начинает рассказывать ой курить сложно все сложно отказаться от вредных привычек отказаться от привычек которые тебе нравятся а я очень любил утром выйти на балкончик достать сигареточку особенно я любил курить когда холодно да когда вот это много дыма и затягиваешься от сигарет я просто курить за один день и возле меня все сидели с сигаретами потом и все остальное я все равно не курил поэтому очень-очень важный фактор который к сожалению вы должны знать что вам все равно вам все равно придется себя ломать и list memory я тоже на неделю отказалась от вина я могу вряд ли ты можешь на неделю отказаться объясните почему потому что риторика уже неправильно нет слова отказаться сказал нет и все все я не ем шоколад 10 дней на 9 смогу ли я еще да без проблем я просто понял что я могу почему что я бросал курить я худел я занимался спортом и занимаюсь я просто понимаю какие вещи нужно делать что нужно сделать для того чтобы от этого всего отказаться